Да, вот это правильное решение. 17 сентября 2017 год, Харьков. 11.01 по Киеву. 4-й Харьковский велодень. Осенний велодень гораздо обычно более малочисленный, чем открытие сезона в мае, но погода нам настолько благоприятна, что народ еще приехала ого-го. Восьмидесятилетний ездит. Восьмидесятилетний это существенно. Я, наверное, уже ходить к тому времени не буду. Вчера специально выставили. Не то, что самостоятельно, а вообще буду просто лежать. И вполне возможно неживым. Ну, моя дорога. Ну, в общем, по Харькову квартиры пустые. Все на велодне. Перекрывает сегодня улицу Квитка-Сновьяненко в центре Харькова. Будет она пешеходной или велоездной. До самого-самого вечера. Есть, кстати, идея сделать ее в Квитке-Сновьяненко. Она там коротенькая, пешеходная, перманентная. Так что подключайтесь на сайте горсовета, по-моему, есть. Там петиция, вот это да. А на форуме, по-моему, 400 человек зарегистрировалось, если не меньше. Как участники, ну, конечно. Для участия здесь совершенно не обязательно регистрироваться. Приезжаешь, докатаешься. На чем хочешь. Хоть на велосипеде, хоть на коньках. Да мама родная. А где же они берутся? Там граница с Россией. Может, они оттуда врут. Тебе. Ну, куда? Вот это. Ужас, ужас. Ужас. Е-е-е-е. А как же это все великолепие пересчитывать, подсчитывать, узнавать. Ну ничего, посмотрим статистику. Наверняка просто несколько тысяч. В никаких сотнях речь не идет. Речь наверняка о тысячах. Да, тут на горку приходится людям ехать. В этом смысле удобно будет друг себя искать, рассматривать. Особо здесь скорости не наберешь. Да, ну, Харьков, конечно, велосипедная столица еще со времен Харьковского велосипедного завода. Харьков первая столица Украины. И перманентная велосипедная столица. Перманентная, да, что-то прицепилось слово, да? Постоянная. Ну, вон, вижу уже хвост колонны. А, шарик улетел. Кто-то себе вес облегчал. Это чистый ураборос. Змея, пожирающая свой хвост. Что-то потерялось от велосипеда. Ну, едет и едет. Все нормально. Леха за дорогой, смотри, Леха. Ну, конечно, надо, чтобы ракурс, чтобы всех заметить. Здорово. Давно подъехал? Нет. А, ты сразу, да. Не, я раненько здесь был. Стоять, если вот заехать. Дебри заехал, он не туда приехал. Ты смотри, там граница с Россией рядом. Можно на пограницов нарваться. Да, давай. Да, там встретимся. Да. Вот это да. Вот это осенний велодин, так осенний велодин. Не по массовости, он не напоминает осень, не по погоде. Плюс 21 было в 10 утра. А уж сколько сейчас, я даже предполагать не берусь. Ну, на пекло мне уже лысо, но так, чтобы прикуривать можно. Покурить бы, конечно, хотелось. 17 сентября, 17 год. И 17 день я не курю. Так что, единственное, чего на этом празднике, велопраздника не хватает, это какой-нибудь сигаретки подожженные. Ладно, об этом не будем. Бабах! Так, ну сейчас и мы присоединимся к этому мероприятию. Это, по-моему, умно. Да, я желаю. Здорово. Привет. Как у тебя? Ты ничего, видишь, тебя искал. Искал? Ну, сейчас поедем туда, на Основьяненко уже. А тебя с днем танкиста и не поздравил, да? Ничего. Ничего, сейчас все сразу будем поздравляться. Ну, ладно, поехали уже, да? Все, все уже закончилось. А я там возле елки стоял, на той горе. Да ну, тут же ты посмотри, как красиво. Правда, солнце чуть-чуть. Ну, а там тоже... Вот, смотри, какие велосипеды сейчас проедут, да? И мы поедем тоже.